Добрый день, с вами Наталья Луната в моей мастерской, по сути дела, но у меня дома. И вот что-то довязав практически лопопейсу для любимого мужа, я подумала, почему я никогда не делаю видео о процессах. Ведь сама с таким интересом я такие видео смотрю на тех каналах, на которые подписаны. Поэтому сегодня поговорим о рабочих процессах в моей мастерской, о февраль за окном и таких вот процессов масштабных у меня сейчас не очень много, хотя на подходе интересные заказы. В общем, обо всем хочу вам рассказать, потому что у меня и лопопейса, и вязано-валеный свитер, и соответственно еще какие-то вот мелкие штучки, про них и поговорим, плюс еще что-нибудь интересненькое расскажу про пляжу и всякие разные штуки. Ну вот один из процессов, да, буду считать это пока еще процессом, потому что свитер довязан, он готов, но надо еще провести ВТО. ВТО такой важный момент, ВТО потом, ну не блокировка в данном случае, но надо будет свитер разложить, чтобы он высох, отдать владельцу, отфотографировать на нем, соответственно, как бы пусть это будет считаться еще процессом. Пока вязала, да, я что-то ничего не успела заснять, даже не подумала о том, что такое видео может быть интересно. Идея пришла позже. Вязала я этот свитер по книге Линки Нойман «Дикие свитеры». Основывалась, да, на том, что она там предложила, понравился мне очень вот этот вот рапорт с оленями, красиво переходящий, да, вот в воротник. Я поменяла цвета, я пересчитала несколько рапорты, да, вот немножко орнаменты изменила такие, но база все-таки, вот эта вот основная деталь, круглой кокетки классической, это благодаря замечательной Линке Ноймана. Начну вот с тех изменений, которые я внесла, да, то есть манжеты и резинку, да, вяжутся классические лопопейсы такие снизу вверх, хотя, конечно, если кто-то любит вязать сверху вниз, и для меня, допустим, раньше привычнее было и регланы, круглые кокетки лопопейсы вязать сверху вниз, но вот в данном случае я следовала описанию, набирала снизу и вязала уже вверх, вязала из самой, что ни на есть классической исландской шерсти лопе, это такая порода овечек айслендик, причем вязала из непряденной, она такая, как тоненькая ровница, обычно она в таких таблетках и в 100 граммах 300 метров, но вязала я в два сложения, соответственно, 150 метров, вязала на спицах 5,5, основное полотно резинки на 4,5, но эта шерсть, она резинки, ну, такие тугие стягивающие, не делает, не держит их, то есть, ну, это, собственно, как раз то, что любит мой муж, и меня это дело вполне-таки устраивало. Что еще? В классических исландских свитерах, конечно, нету, не вывязывается никакой росток, но мне хочется, чтобы муж носил красиво, хорошо выглядел в таком свитере, поэтому, конечно, я вывязала росток, да, вот как бы сделала переход орнамента такой, ну, вот видно, да, вот эта вот часть тут повыше, тут горловинка пониже, поэтому вот как бы хорошо сформировалась вот эта горловина. Мерили уже, очень понравилась мужу, и хорошо на нем сидит, но когда стираю, все сделаю, соответственно, отфотографирую, покажу, и, скорее всего, поскольку это далеко не первая связанная мной лопопейса, наработались некоторые моменты, мелочи, может быть, но, тем не менее, наверное, запишу по ним видео, так что подписывайтесь, да, вот на колокольчик там ставьте, для того, чтобы в дальнейшем, как бы, вот более подробное видео по лопопейсам посмотреть. Ну, никакие, конечно, попетельные не буду делать описание, да, потому что, как говорится, модель в данном случае не моя, потом, может быть, какую-то из связанных ранее лопопейс, я вот сделаю какой-нибудь такой вот более основательный мастер-класс. Ну, пишите, задавайте вопросы, если что, буду на них отвечать. Вот, что еще такое вот интересное по этому свитеру могу показать? Ну, вот так вот выглядит изнанка, да, орнамент составлен таким образом, что, в принципе, особо долгих протяжек нет. И когда вяжут, да, из исландской лопопейсы, как правило, орнамент составляется таким образом, чтобы было там, ну, не больше 5-7 петель протяжки, вот там, где до 5 петель, если из непрядиной, то не надо перекидывать, да, разные цвета нитей, ну, а когда большая протяжка, если все-таки она есть, ну, там можно перекинуть, исландская вот эта непрядиная, она как бы подвалит, подваливается немножечко в процессе ВТО, и вот эта вот часть, она становится практически монолитной. Ну, вот, наверное, по этому проекту все. Действительно, вот, думаю, что надо, надо сделать более основательное видео, ну, вот уже когда все-все будет завершено, наверное, по нему и запишу. Так, ну, это вот, вот этот вот проект. Еще один процесс, который у меня в работе, я вяжу на двух, сразу два носка одновременно, соответственно, чтобы они были одинаковые, чтобы они были симметричные по рисунку, вяжу вот из такой жаккардовой пряжи Drops, это Superwash, и 75% шерсти, 25, соответственно, чего у нас, полиамида для, ну, носочка, классическая носочка, 205 метров в 50 граммах, несколько лет назад была какая-то грандиозная распродажа этой шерсти в английском магазинчике, я скину на него ссылку, ну, вот, в подвале, да, под видео, посмотрите, я скину на этот магазинчик ссылку, там очень часто бывают распродажи, и хорошая, удобная, недорогая доставка, и я как-то накупила разных цветов красивых, потому что носки я вяжу и мужу, и себе, и дочери взрослой, в общем, как бы всем в подарке, потому что, ну, носки это носки, да, их надо много, и вот сейчас я вяжу носки, но в данном случае я вяжу носки немножко нестандартные, вы видите, какой у них длинный мысочек, да, потому что на такую ногу вяжу, на ногу с широкой ступнёй, причём это носки сорокового размера будут, нога с широкой ступнёй и длинными пальцами, ну, знаете, для человека, который в прошлом много танцевал, вот, и вяжу в подарок, конечно, и была просьба сделать такие носки, которые, ну, подольше бы не рвались в свободной обуви, потому что, ну, знаете как, да, у людей, которые танцуют, в общем, ноги-то натружены, и человеку-то обычно покупает даже обувь чуть побольше, красивую, хорошую обувь, но побольше по размеру, а вот пальцы на носках часто страдают, вот уже не первые носки туда вяжу, и всегда делаю с удлинённым мыском, да, ну, просто закрытие, да, ритм закрытия, он не такой, как вот на обычных носках, вот, а так, в общем, пятка будет самая традиционная, классическая, ну, вот, вяжу, перематывала, почему моточки в клубочке, мне надо было подогнать, так оказалось, что на достаточно большой кусочек не совпадали мотки по рисунку, и вот пока я выискивал, ну, я уж сразу перемотала, крутится быстрее, собственно, вот, хитростей тут больше никаких, пряжа, мне это нравится, поскольку покупала я её, закупала давно, была возможность проверить её в эксплуатации, ну, конечно, может, это не очень романтично, да, показывать носки, которые уже были в употреблении, ну, они, собственно, эксплуатируются нами очень интенсивно, но вот, как бы, носки, которые я вязала мужу, три года назад носит он их, вязала, знаете, так вот, носки, которые, вот, кстати, видите, да, вот тут вот мысочек классический, да, он не такой вот острый, вот, и, ну, вот обычная пятка, вязала носки такие, чтобы вот зимой можно было носить в обувь, чтобы они не сборились, связаны они очень плотненько, вот эти носки я вяжу на спицах 1,5 мм, ну, соответственно, вот для этой пряжи, это у меня классические спицы, это чагушки, самое главное, чтобы вот длинная леска, длинный корт был, ну, вот смотрите, за года три, наверное, как минимум эксплуатации, ну, как бы, вот не зачищала я эти носки никак специально, там ни машинка, ничего, да, подзакатывается, как любая шерсть, но связаны они плотно, поэтому, как бы, вот они не страдают, видите, вот тут резинка 2х2 переходит в резинку 1х1, ну, а дальше, как бы, обычной вот чулочной вязкой, да, лицевые петельки, вот, ну, и, собственно, вот есть мои носки, да, как бы, ну, вот они поменьше по размеру, я, это у меня такие вот кроссовки есть яркие, и к ним люблю долгие прогулки, вот тоже, кстати, тут недлинный классический мысочек, тоже связан довольно плотненько, ну, вот тут вот, как бы, резиночка у меня 2х2, а, и вот, как бы, достав вот эти вот носки, которые, ну, вот уже давно, да, в эксплуатации, я подумала, что важно очень сказать про шерсть супервош, да, ну, поскольку я много занимаюсь волоком, да, естественно, в валянии шерсть супервош, она не уваливается, да, ее основное свойство, что она не дает усадку волокна, практически не сваливаются, поэтому в валянии шерсти супервош используется, ну, только при редких технологиях для получения фактур, а в вязании она стала модной и популярной, потому что очень часто продавцы пишут, что шерсть для машинной стирки, она совершенно не дает усадку, все так замечательно, все хорошо, надо помнить, что шерсть супервош, вот это вот свойство, что ее можно стирать, да, супервош, это суперстирка, да, достигается за счет того, что волокна, каждая шерстиночка покрывается, ну, специальным таким составом из набора смол, то есть, как бы вот каждая шерстинка как будто в пленочке. Это некоторым образом меняет естественные свойства шерсти. Она действительно меньше сваливается, но если эту шерсть стирать, допустим, в горячей воде, да, и потом интенсивно отжимать, а еще и в драйвере, допустим, посушить, то, конечно, она даст сильную усадку, то есть, ну, не должно быть иллюзий. Стирать изделие из шерсти супервош надо в режиме ручной стирки при температуре градусов 30, и будьте готовы к тому, что если вы из такой шерсти супервош вы связали вещь, которую предполагается носить очень долго, то с каждой стиркой вот это вот свойство минимальной усадки, оно будет уменьшаться. То есть, допустим, после там 20 стирок вы можете постирать и получить вещь, которая уже значительно, изрядно так вот подсела. Ну, и еще что надо сказать, поскольку вот действительно каждая шерстинка вот буквально в пленочке, эта шерсть менее теплая, чем обычная натуральная. Ничего тут как бы ничего ругательного в адрес этого материала, просто материалы видения – это наше все, да, как бы мы узнаем свойства материалов, чтобы понимать, как будут работать, как будут носиться вещи, и если уж хочется очень теплые шерстяные носки, то, скорее всего, их надо вязать из обычной шерсти, которой, ну, даже если добавлен полиамид, там или синтетика какая-то для большей износа стойкости, но это должна быть шерсть не супервош, потому что по данным, ну, как бы технологическим, просто исходным, термоизолирующие свойства супервош на 30% меньше, чем у обычной натуральной шерсти, независимо от какой породы овец эта шерсть получена. Вот, поэтому я, конечно, больше всего люблю вот такие вот хорошие, добротные носки. Это пряжа самопряденная, я еще и приду с огромным удовольствием. Вот это самые тепленные, да, как бы валенки не нужны, но такой носок, да, вот он толстенький. Мы очень любим дома зимой ходить именно в носках, а не в тапочках, хотя валеные тапочки никто не отменял, это тоже особая кайфушка. Ну, конечно, вот как бы разница, эти носки можно более яркие, можно спрясть пряжу или купить более яркую, и просто шерстяные, они, конечно, значительно-значительно теплее, чем из шерсти супервош. Это вот как бы то, что вот из таких проектов, ну, это мелочевка, да, как бы вот у меня не было подходящих спиц, подходящей длины корда, когда я начинала вязать лопопейсу, и чтобы не терять время, пока я ждала заказанные онлайн спицы, я начала носки, ну, потому что, в общем, обещала их связать. Так что вот такой вот маленький проектик, ну, заодно вот вам про пряжу рассказала. И еще один проект, который у меня сейчас в работе, к концу месяца, я его планирую завершить, это такая, ну, не свитер, куртка, да, валяно-вязаная, ну, собственно, вот, боди, основная часть, будет сделана из войлока, а детали, вот, я уже связала, это резинка, которая, ну, куртка на молнии будет, да, вот резинка, которая пойдет по низу, да, вот, ничего особенного, собственно, воротник, вот, кстати, пряжа такая, что даже узелки я к хвостике ниток в край не уводила, потому что я вот этот узелочек распущу, заправлю, а потом эта пряжа хорошо подваливается, китлевать буду воротник, да, и, соответственно, резинку внизу, и вот они, как бы, рукава реглам вывязанные, да, вот, тут резинка 3 на 1, 3 лицевых, 1 изнаночная, ну, вот, реглам вязала, как бы, по расчету, вязала из очень такой классической, добротной, чисто шерстяной пряжи, толстенькой, это Bricks Little Hair Dash, это 200, сколько-то она, она пряжет, уплая, 2 сложения, сейчас я скажу, сколько в ней метраж, 200, 200, 215 ярдов, это 196 метров, но тут дается немножко по-другому, тут 113 грамм, это такие вот наши канадские матки, ну, собственно, как бы, это пляжа более грубая, это не мельнос, это, ну, скорее всего, не пишут производители именно по роду овец, но мне кажется, что это хибридиан, это вот английская, вот как та шерсть, из которой делают твиды, да, то есть, это порядка 30 микрон тонина самого волокна, самих шерстинок, но она такая грубенькая, но носится эта, вещи из этой пряжи великолепно, я с ней уже не первый год имею дело, и это вот, как бы такой, ну, как бы экологичный, чисто канадский продукт, канадские овцы, канадская шерстобитня, предельня, то есть, вот, очень экологичное сырье, очень эта шерсть теплая, хороша в работе, проверена уже неоднократно, и очень мне нравится с ней, вот, делать проекты, которые, вот, действительно, совмещение войлока и трикотажа ручной работы, потому что для войлока я вот беру шерсть хибридиан, я беру шерсть, ну, такой вот, не тонкорунных овец, и получается очень красиво, ну, вот, сейчас сделаю картиночку, да, чтобы сбоку была видна, вот такой вот свитер, и у меня даже есть мастер-класс по такому свитеру, кстати, тоже вот под видео можете посмотреть, ссылочка, и даже вот для тех, кто смотрит видео, пусть будет скидка на этот мастер-класс, потому что, все-таки войлоку я учу, кто валяет, ну, знаете, это такое очень большое ускорение процесса, да, изготовления вещи, валять не так сложно, но зато гораздо, гораздо меньше уходит времени, так что тоже можно поэкспериментировать, да, ну, соответственно, кто не хочет валять, ну, просто как идея, да, ну, вот такая вот она, моя жизнь в феврале, ну, плюс у меня еще гобелен на станке, плюс пряжу, вот, пряжу сприла в какой-то веке на заказ, обычно этого не делаю, отправила уже, и сейчас делаю для себя, чтобы в следующем месяце начать вязать теплый, хороший кардиган, хатские проекты, вот сейчас решила вернуться на YouTube, много всего такого вот интересного происходит, если вам интересно, ну, как бы, соответственно, как-то реагируете, если нравятся лайки, да, если не нравятся дизлайки, тоже неплохо, буду знать, задавайте вопросы, самое главное, спрашивайте, комментарии открыты, и постараюсь отвечать как можно оперативнее, подписывайтесь, чтобы быть в курсе, а мне очень приятно с вами встречаться, я надеюсь, что сейчас эти встречи в YouTube станут более частыми, всего вам доброго, всего хорошего, и отличного настроения, и как можно больше времени на наши любимые занятия, пока-пока!